Всем привет, мы продолжаем. В прошлый раз мы аж 7 уровней успели пройти, потому что они были лёгкие и они были короткие. Соответственно, за 30 минут пройти 8 уровней реально очень много. Поехали у нас тут 9 уровень. О, новое растение какое-то. Что ж оно делает? Как его ставить? Давайте посмотрим. Это близко надо ставить или далеко? А это типа, наверное, стенка? Стенка и орех, как-то так. Жалко, что я туда поставил, наверное, мы не увидим, как он работает. Придётся перекапывать потом. Ну ладно, разберёмся. Шипы поставил. О, кстати, одни шипы убили одного зомби простого. Я не знал, что они настолько уже сильные. Это, наверное, как стенка, только которые, когда они её грызут, они теряют здоровье. Давайте посмотрим. Да-да-да-да-да-да. Ну, прикольная, кстати, тема. Ставим именно так, а здесь мы выставим везде шипы, да? Получится прикольно. То есть они едят и умирают. Жалко, что я туда поставил вначале, теперь будет сложнее. Так, а как с лопатой, чувак, умирает он? Нормально. А, этот перекопал его. Я думаю, что случилось. Надо было подальше, конечно, ставить, я уже как-то перемудрил. Я просто не знал, что за новое растение, а что она делает. Первый раз всё-таки играю. Давайте посмотрим, что она делает. Ага. Я забыл просто, как шипы работают максимальные. Когда покормишь их. Так, это ещё не всё, а будет же сейчас волна ещё. О, дали достижение купить 10 драконов. Одновременно иметь 10 драконов на уровне. То есть у меня было 10. Не купить за всё время, а именно, чтобы они все живы были. Ну, всё. Ну, они прикольная тема. Кстати, с драконами идёт очень хорошо. Потому что они стоят, едят, теряют здоровье, и дракон хорошо стреляет. Очень хорошая комбинация. Так, но нам ещё это растение не дали, так что сейчас 10 уровень. Чуть позже нам его дадут. После 10 или после 11. О, за нас выбрали уже растение, так что можем использовать. Значит, нам уже не нужна стенка, это прикольно, да? И давайте такой стратегии. Ещё бончо будет бить. Получится офигенно, я думаю. А я по центру поставлю. Это самая крутая тема. Вначале поставить по центру. Музыка такая тревожная играет. Так, сюда, сюда, сюда. А я забываю, ещё надо ряд выстраивать. Вот, это же недостаточно. Ну, туда поставил сразу защиту. Рано или поздно всё там. Ну, он сотку стоит, как бы. Он прикольный, но всё-таки дороговато. Дороговато. Это что-то... Это среднее между горахомётом, орехом и... Горохомёком... Обычным орехом и вот этим горахомётом, орехом за... За сколько он там стоит? За 150. Я просто тут немножко на игре сконцентрирован. Подтупливаю. Сюда надо стереть. Сверху что-то происходит у нас не очень круто. Сейчас мы тут взорвать, наверное, тут выкопают. Сверху отковыряем я, вот, убьём мы от этого. Сейчас сюда бунчой поставлю. Он добьёт. Думаю, нормально добьёт. Так, сюда, значит, стенку. По деньгам просели, потому что немножко потеряли. Надо восстанавливать. Так, давайте на них используем, чтобы всех поубивать. Слишком много их. Ну, в целом, легко. Снова лёгкий уровень. Нет такого, что вот прям перепроходить надо. Ставишь от балды и всё. Тут потому что очень легко с деньгами. Много денег. И новые растения, они очень эффективные все. В других главах там было так, что некоторые растения полная чушь. А здесь такого нет. Здесь все растения очень крутые и подходят. Они чересчур крутые растения, и поэтому легко играть. Я думаю, сложнят разработчики увидеть, что так все проходят быстро. Вот я вот, например, за час пройду сейчас-то всё, да? И 16-й уровень, это ж не босс, там просто что-то сложное будет и всё. То есть я могу за две части всё пройти. Ага, что-то новое. У нас тут, получается, какая-то муха, стрекоза, зомби держит. Ну что можно с этим сделать? Как с этим бороться? Я не знаю. Я хочу именно так сыграть. И что ещё у неё взять? Ребята, что взять ещё? Стенка есть, это есть. Так что ли? Поехали. Бум-бум. Всё, потому что вот эти... Они не придумали ничего, суперспособность. Ну, на поле боя, просто когда ставишь растения, ты как бы сильнее. Из-за этого это очень крутая тема. Очень легко всё проходится. Денег очень много. Вот смотрите, сколько у меня денег. И мне даже кажется, что в тех местах, где они стоят, там быстрее солнце появляется. Ну, у меня такое ощущение. Может быть, я не прав. Но мне кажется, что именно так всё. Сейчас мы всё построим здесь. А вот смотрите, сколько у меня денег. Они прямо вот летят мгновенно. Я думаю, усложнят. Увидят, что люди мало доната платят, мало как бы монет используют. Усилят, усложняют. Они умеют это всё делать. Я не знаю, как этих убивать. Стрекозы. Давайте их просто взорвём для начала. Не знаю, как с ними бороться. Я тут... Ага, сверху ещё. Ну и что он? А, он пролетает через это. Но быстро стрекоза умирает довольно-таки. Без особых проблем. Мы всех убиваем. Бончой хорошо справляется с лопатами. Хорошая тема. Вот я иду сделал. Давайте их взрывать. И ещё используем. Ну, как-то очень легко. Вот, смотрите, я не напрягаюсь с первого раза. Я даже растений 5 минут назад не знал, что они делают. Ставлю от балды, и все умирают. По-моему, артиллерия слишком крутая. Её надо слабее делать. Не знаю, что ещё можно сказать. Действительно так. Это я везде поставил, и теперь уже вообще без вариантов. У них нету сильных зомби. Как бы есть зомби, которые выкапывают, да? Перекапывают обратно. Но они пока дойдут, это очень долго происходит. Стрекозы тоже не сильные. Там написано было, что 10 новых зомби вроде как. Но 10 новых видов где-то в интернете смотрел. Ну, пока не знаю, где тут 10 видов. Я тут не считаю, что 10 есть. Наверное, ещё в конце что-нибудь добавятся. На данный момент всё очень легко выглядит. Это уже 11 уровень. Давай-ка поднажму и попробую в одном видео пройти сразу же. До 16-го. Включительно. То есть всё пройти. А потом можно одно видео пинато-пати какую-нибудь выпустить. Или 16-ое. 16-ое плюс пинато-пати плюс яйти. Да, яйти там нормально золото дают. Поэтому я яйти предпочитаю делать. Не знаю, он там по тысяче может выпадать с него. Но реально много. О, здесь много надо произвести солнце. Хорошо. Но тут ничего трудного не будет. Если хотят, мы это сделаем. Я всё застрою. У нас тут босс. Значит, против босса будем ставить вот так. Ну, стандартный набор. И что-то я забыл, да? Что же я ещё не взял... А, бончой, наверное? Давайте бончой. Сразу начну ставить на всё солнце. Очень много. Надо три ряда ставить, чтобы пройти тут. Да, сейчас и сделаю. Всё застрою. Так, малышня побежала. Так, мы стрекозу не добили. Это не очень круто. И снизу тоже как-то плоховато. Стрекозы быстро пролетели. Вот здесь какая-то сложность уже появилась. Сложность вся со стрекозами связана. Потому что мы стрекозу убьём, а потом ещё зомби остаётся добить. А это долго. Ну, смотрите, что происходит. А босс откуда тут взялся? Как его убивать ещё, этого босса? Чё от того босса? Малого кинешь. Всё, сгорел. Я тут уже от балды везде ставлю всё, потому что не хватает. Не успеваю по деньгам, да? Мне надо много ещё произвести всех. Солнце должно быть. Поэтому ставлю везде, чтобы пройти. А то сейчас я всех добью, а у меня по деньгам не выполнен квест. Поэтому всё заставил, вы видите. Где мог, поезде всё заставил. Денег здесь просто навалово. Смотрите, я прям вот собираю. Это даже не двойная скорость была, вот сейчас двойная пошла. Я все собираю и всё. Собираю и всё. Всё, готов. Тут босс у нас. Давайте убивать всех. Два босса у нас на этот раз. Как мы их будем убивать, ребят? Чё-то не понял я как. Не убьём, похоже. Так, ну этого, по-моему, он же готов, да? А этого нет. Этого здоровья много. Попробуем сейчас под него всё ставить бесконечно. И Бонгчо и будет добивать. Да, нормально, справились. 12. Ну-ка, подарок. Ну, наверное, костюм снова. У меня что-то с костюмами теперь везёт. Постоянно костюмы выпадают. На этот раз будет костюм. Нет, не костюм. Пауэр ТОС. Ладно, поехали. 13-й, 13-й, 14-й, 15-й, 4 уровня осталось. И мы ждали вот этот мир. Я не знаю, сколько там. 3-4, полмесяца. 4, наверное, или 5 даже. И вот он вышел, и мы его прошли. Прямо, я не знаю, за час, по сути. Реально, за час прошли и забыли про него. А всё остальное они больше ничего не добавили, на самом деле. Ничего особо нового нет. Шипы оставлю на будущее. Не знаю, как тут всё будет. О, арбуз даже есть. Прикольно. Люблю арбуз. Арбуз это хорошо. Будем везде ставить арбузы в каждую линию. По одному хотя бы. Я не знаю, где шипы ставить. Я пока не напрягаюсь с этим делом. Здесь вообще прикольно. Столько всего дают. Растений разных. Так, снизу стрекозка. Придётся использовать суперспособность. И убивать. Так, убили, нет? Не совсем убили. По центру с лопатой зомби проходит. Я ничего не сделаю. Теряем линию. К сожалению. Да тут вообще как-то сложновато. Не кажется вам, ребята? Давайте убьём. Тут по-любому нужен донат. Смотрим, вот именно так. То ли у меня просто растения неудачно выпали. Надо было как-то по-другому их ставить. Может просто не повезло. Но сейчас стрекозы несут с ведрами зомби. Это вообще жесть будет. Я его не убиваю. Хотя нет, так пробиваем неплохо, мои. Но этого недостаточно. Хотя вот, вроде как вот. Да, добили. Но следующего зомби не добьём теперь. Линия под угрозой. Но это ладно, это же всё последняя волна. А, вот сейчас последняя волна. Добьём. Не буду ничего использовать. Мы потеряем линию и всё. Ничего не произойдёт. Здесь надо было еду не использовать. Я использовал на лазер. Надо было чуть позже использовать на... Как сказать. На арбуз использовать, что когда их много, они бы их всех убили. Так вот не получилось ничего. Блин, чувака с лопатой ничего с ним не сделать. Вот сами смотрите, что происходит. Они сейчас пройдут. Придётся способность использовать. Давай, давай, ты сможешь. Ты сможешь. А куда ты перекинешь его? Ладно. Идётся убивать. Использовал я зря, конечно. Ну ладно. Я просто спешу. Хочу пройти быстренько этот мир. Потому что он... Ну очень лёгкий. Он не вызывает какого-то челленджа. Прошёл и забыл как бы. Может вторая часть будет интересная. Первая, она как бы недоделанная. Не хватает сложности. Но я уверен, что они потом доделают сложности. Она будет настолько сложной, что... Жесть просто будет так. Так. Ставим здесь. Всего три растения нам показывано. Что у нас больше ничего нету. Будет интересно, я чувствую. Вообще, я люблю уровни, где за нас выбирают растения. Не знаю почему. Потому что, как правило, они какие-то непонятные выбранные. То есть, не такие, как я обычно выбираю. Какая-то стратегия новая получается. И мне это нравится. Что их сейчас этого надо? Ну, вот так вот две линии будет здесь. Подсолнухов. Дальше разберёмся. Надеюсь, тут зомби не будет с зонтиками. Или их надо будет убивать лавой. Специально так сделали. Добить. Да, сейчас добьют. Он же не выкопает это растение. Не выкопал. Так, сейчас надо взрыв. Вот мы видим, сколько он стоит. Он стоит 75. Перезарядка довольно долгая. Поэтому это растение, оно не настолько крутое. Как могло бы быть, могло бы быть по-другому, если бы они сделали. Поэтому платить как-то не хочется за это растение. Оно мне не нравится. Кстати, у нас куча денег. Давайте тогда ставить без разницы. От балды везде. Ну, потому что денег много, и надо просто их затормозить, чтобы они не дошли до конца. Везде буду ставить по кулдауну. Вот эту надо тётку взрывать. Ну, вот что началось. Давайте всех быстренько побиваем. Тётку только надо убить, мы её не можем убить. Как я и говорил, что лаву будут использовать таким образом. Всё, добили. Короче, 14 уровень поеден. Осталось всего 2. Ну, это, наверное, костюм. Пожалуйста, костюм. Ну, умоляю, костюм. Дайте мне костюм. 10 гемов. Но в целом это практически костюм, который можно купить. Не каждый там можно купить. Там есть по 25 гемов. Но в целом нормально. Можно так накопить гемов снова на новые растения какое-нибудь чуть позже. Я вот это, наверное, прикуплю лаву. Но это попозже будет. Ага, надо защищать. Ну, ладно. Давайте попробуем. Что тут трудного будет. Это 15 уровень. Так-так-так-так-та. Ха-ха-ха. Как будем защищать? Ну, с помощью нового, наверное, вот этого растения. Какой-нибудь взрыв. Пончой. И что же ещё взять-то? У нас осталось место. А вот для чего, непонятно. Наверное, какой взрыв. Такой. Потому что он сразу есть. Стрекоз хорошо поубивает. Так. Сразу сюда ставим. Сюда-сюда. Сюда. Сюда. Так-так-так-так. Задумался я. Просто чё-то ещё делать. А, у меня же в этой линии ничего нет. Чё я торможу? Здесь бончой будет. У меня прям линия будет. Бончой везде. Стоять будет, всех убивать. Парашютисты просто будут. Надо к ним готовиться. А, выкапывать будете. Давайте мы его взорвём. Сверху выкапывать не сможет он уже. Погиб. По центру у нас барышня идёт. С зонтиком. Надо её бубухнуть. И нету барышни. Хотя можно было бы бончой ставить. Это было бы намного лучше на самом деле. Потратил просто никуда. Вот смотрите, снизу бончой справится с ним. Смотрите. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Он не успевает его бить. Так, давайте используем. Снизу проходит немного. Взрываем. Сюда бончой второго. Ну и всё, как бы. Легко. Легко. Чересчур легко. То есть, такая игра была раньше лёгкая. А потом они немножко усложнили её. Так вот, этот уровень напоминает мне, насколько раньше легко было в эту игру играть. Я всегда тоже с двойной скоростью играл. Просто куча денег было. Ставишь всё от балды и не паришься. Там вот сюда ставишь, туда. То же самое и здесь. Напомнил у меня о этих временах. Смотрите. Они вообще без шансов. Ну и всё это, что здесь уровень. Не босса, ничего. Ну, прошли вообще офигенно легко. Ну и всё, 16 уровень. Один уровень нам ключ ещё дадут. Вот после 16. Эту карту открыли. В каждой главе какая-то тема у них. Они открывают карту. Какой-то путь к мозгам. И разработчики всегда одно и то же показывают. Здесь, кстати, ничего интересного на этой карте нет. Потому что она как-то не проработана. К примеру, в Диком Западе там была своя карта. У пиратов своя карта. В Древнем Египте тоже. А здесь какая-то безликая карта. То есть, недоработанная. Нету мысли какой-то интересной. Обычная карта и всё. Так, ну, значит, у нас босс что-то приготовил здесь интересное. Нельзя ни одного пропустить. Ладно, сейчас пройдём. Ну, вот босс уже наконец-то. Мини-босс. Так, будет интереснее. За нас ничего... За нас, короче, выбор сделан. Мы ничего не можем делать. Только выбирать, где будем ставить. Давайте два, наверное, ставить на одного этого. Сейчас посмотрим. Два раза стрельнул. Три раза. Четыре. Пять. То есть, пять раз. Даже больше. Нифига себе. Эти стрелькозы, они очень сильные. У них много здоровья. Так, у нас там дамочки пошли. Чувак с лопатой, мы его не убьём этим. Даже двумя не убьём. Вот, надо ставить это по голове бить его. Ну, вроде как это будет уже поздно. Потеряем мы его. Да, перекопал он. Да, он сейчас всё перекопает. Давайте так сделаем. Чтобы спасти всё это дело. Здесь надо тоже самое делать. Стри козы, стрелькозы, зоби появились. Ну, мы их добили. Ставить некуда даже. Вот, мне вишню дали. Я использовал, удавал. Ну, легко, легко, ребята. Легко. Вот, теперь уже будет поинтереснее. Босс появится. Давайте посмотрим, как у нас... А, я не успел. Суперспособность на него кинем. Он же взрыв какой-то делает прям. Ух. Видите, что происходит? Мне придётся всех стрелять. Используя способности. И под этого босса ставлю. У них у всех мало здоровья, на самом деле. Мы сейчас их добьём. И взрыв. Да, всё. Кстати, было много боссов. И это показатель, как легко всё убивается. Потому что на другом уровне, если пляжная волна была, я бы их не смог убить так быстро. А здесь настолько легко. Ну, всё, как бы. Сколько по времени мы? 28 минут. Прошлое видео было 30. Ну, короче, давайте. Пенату Пати тогда пройдём уже. В качестве бонуса. Чтоб не пропускать. Дейти я не буду делать. А вот Пенату Пати сейчас пройдём быстренько. Так, посмотрим, что мы с квестами тут. Это мы сделали. Это мы открыли. Всё, квестов больше нету. Прошли всё, что можем. Вернёмся на Пенату Пати. Быстренько там, 2 минутки. Посмотрим, что там нового. Главное, чтобы на этот раз костюм дали. А то я столько Пенату Пати проходил. И мне просто не везёт. Нету костюмов. Не дают нам костюмов никаких. Так, что здесь? Какой-то древний Египет. Стайл. Электричество. Прикольно. Дракончик. Как будем ставить? Дракончика сюда. Надо убивать, а то он сейчас перелетит. Мы его не убьём. Будет с левой идти. Вроде успеваем добить. Электричество вообще не в тему, как-то дали. Давайте поставим, аж добьём это. Так, хорошая стенка у нас тут появилась. Так, чтобы не перепрыгнули, я буду стенку эту ставить. Они же не подлетят через неё, правильно? Я никогда не тестировал этого. Хотя нет, перепрыгнули как нифиг. Не остановило это их. Но зато вот эти тройные, которые... Они очень хорошо стреляют. Они взад им стреляют. В нагонку. И поэтому легко. Снизу надо дракончика. Да, вот там столько зомби. И здесь давайте дракончик. Электричество. Так, здесь дракон напрашивается и здесь. Центр мы держим хорошо. Вверх тоже вроде как отлично. Вообще прикольно получилось. Выглядит прикольно, да. Но у них нет шансов пройти никаких абсолютно. Мы доминируем. Драконы, на самом деле, должны стоить 175 или 200. Это слишком сильное растение. Потому что они всех насквозь пробивают. Да, у них там повреждения невысокие, но они насквозь пробивают. Это уже много чего стоит. Всё, это всё. Ну что, надеюсь костюм. Если нет костюма, то это без... Ерунда, короче. Беспонтовая ерунда. 1500. Ё-моё. Ну где был костюм? А, был костюм для нового растения, блин. В углу. Никогда не угадываю. Последнее время. Я не знаю, 3 пената пати последних, наверное, я не угадал. Или 4 даже. Так, ну что, следующие пати через 3 часа, кстати. Может небольшое видео сделать пената пати и эти? Не, наверное, закончу на этом. Не буду я ждать 3 часа. Ну всё, подошла к концу большая эпопея всех моих видосов. Останется продолжение только этой главы. Я не знаю, когда она выйдет. Я записываю это видео сегодня у нас 5 июня. 5 июня. А это, по-моему, 2 или 3 июня вышла глава. Соответственно, ну, через месяц она выйдет. И весь этот месяц вы увидите все остальные видео, которые я уже снял. То есть, по одному видео в день выходит. Соответственно, будете долго смотреть. И я не уверен просто в конце к тому, как выйдет последнее видео. Выйдет ли продолжение этого мира или нет. Поэтому оставайтесь со мной, чтобы знать это. Подписывайтесь, ставьте лайк. И в описании есть плейлист. Там есть все видео. Я 100% всё записываю, ничего не пропускаю. Я пропускаю только вот, когда рекламку смотрю. Вот тут вот FreeCoin зажмём. Там реклама, 250 монет дают. И там где-то 2-3 рекламки идут. Одна, правда, не показывается у меня. И, соответственно, я монеты не получаю. Соответственно, можно каждый раз 750 монет получать. А вот в этой клаве мы монеты вообще не использовали. У нас уже накопилось 8500. Я не знаю, как это накопилось, но реально очень много монет. А, ну, вы сейчас в Пенату Пати выиграли 1500 или 1600 монет. Но всё равно довольно-таки прикольно много монет накопилось. Ну и всё. Ждём, когда выйдет следующий мир. Подписывайтесь на канал, потому что сейчас очень много новых игр выходит. И вы сейчас увидите просто нереальное количество разных игр. Так что всё. Увидимся в следующих видео. Пока. Спасибо, что смотрите. Удачного дня. Играйте в хорошие игры. Субтитры подогнал «Симон»